Вот, выявляется экономия, шаблон мышления, экономка у нас тут рисует. То есть тебе надо выдавиться всё-таки нормально? Да, который экономит на себе, на своём пространстве, на своём проявлении. И вот как раз мы сейчас это трансформируем в рисунки. Все цвета дай себе, всех цветов. Дай себе красок жизненных. Вот посмотрите, как вы проявляетесь. Вы рисуете, смешивая мало цветов. Ваша жизнь такими же красками и цветами играет. Хотите, чтобы ваша жизнь играла разными красками, цветными? Вот, твоя жизнь вот такая же насыщенная. Вот как ты проявляешься, так ты и рисуешь. Понятно, красиво. Как ты красиво сделал. Поэтому всю кашу мы сняли. Потому что дворец ничего не может. Что вы тут намешали? Дальше мы ещё раз подходим к нашему красивому и начинаем кайфовать. Далее, один. У нас шли холодный оттенок. Рядом. Ещё раз. Рядом. Мы не ходим по одному и тому же месту. У нас офигенно большое пространство. А мы сконцентрировались на одном. И мажем по одному. Это что значит? Как белка в колесе на картине по одному мазку, так и в жизни вы ходите. У нас так много места. А мы топчемся с одного края и не даём себе. Мы просто это не видим, потому что не понимаем. Один мазок. Попробуйте. Можно в разных местах. И поформируйте. Кайфаните от этого фона. Посмотрите, как он у вас начинает вырастать. И всё равно нужно. Ой, стопа, понимаешь. Вот это. Ваша семья, да, как бы, ну, привод к краске, да, и вообще, как бы, тема экономии, она, по сути, звучит очень хорошо и наглядно. И вам это показывает ваша какая часть? Экономная. Понимаете? Да. Которая должна вообще не иметь никаких ограничений. Женщина. Желаешь и принимаешься. Ребёнок. Демонстрирует всё, что вообще происходит. В вашей жизни по-настоящему. Почему переводить краску? Почему переводить? А я подойду и сделаю вот так. Скажу, а потренируемся ещё раз? Вот. Ты смысл вот этого возьми тогда? Что мы тут стараемся, а ты знаешь, что ты смела? Ты попробуй кайфануть. Ещё раз. А ты сделай с удовольствием. Так я и сделала с удовольствием. И посмотри, как по-разному. Вот как вы проявляетесь, как художники на картине, так вы живёте. Вот эти шаблоны мышления, с которыми вы рисуете картину, они проявляются в жизни. Вы в жизни экономите на себе. Зачем мне переводить краски? Зачем мне покупать себе новое платье? Зачем мне вкусно кушать? Зачем мне мыться? Зачем мне делать классную прическу? Зачем мне хорошо выглядеть? Зачем мне то? Зачем мне всё? Я могу обойтись малым. А кто-нибудь сверялся с тем? Кто-нибудь сюда вообще смотрит? Нам хорошо. Нам так хорошо. Можете посмотреть, какого это цвета? Один мазок. Неповторимый. И новый. Вы же спереди это. Увидите, Вальки. Мы будем стирать до тех пор, пока вы не научитесь изобилию. Чтобы ваша жизнь была изобильна. Если вы будете зарабатывать деньги, вот это всё бесполезно. Олечка, можно ещё раз на камеру? Пока вы... Пока вы ходите на работу для того, чтобы зарабатывать деньги... То изобилия вы не получите. Будет вот такая экономия. Пока вы рисуете картину, чтобы сэкономить краски, вы ходите на работу, чтобы зарабатывать деньги. И сэкономить, да. Вы... Пока вы не кайфуете от вашей жизни, это невозможно сделать ни в каком другом варианте. Вы не можете найти кайф в том, что вы делаете, в принципе, что бы вы не делали. Нужно кайфовать. И вот это даёт жизненную энергию, которая даёт вам всё изобилие. Мы куда смотрим? На фон. Смотрите сюда на этот цвет и находите в нём. Воспроизводите... Ох, вот это цвета. Что мы опять делаем сейчас? Прищурим глазки и увидим кучу оттенков. Мы сейчас опять походили по одному и тому же месту и сделали то же самое. Одинаковых мазков? Да. Потому что когда не хочется идти в новое, мы всё время... Повторяем. Повторяем одни и те же мазки. Что я попросила? Во-первых, всю вашу кашу, которую вы натворили, надо почистить. Потому что не почистив это теперь, вы никогда в жизни не напишите здесь. Только чистая поверхность, когда я не знаю всё, почистил, заново выдавлю чистые краски и позволю себе сделать по-новому, я напишу тот фон. Давайте. Ну у нас вот этот фон, он проигрывается всё равно через белый. А пожирнее попробовать? Очень красиво. Но экономно. Не экономно. То есть вы всё равно потом сотрёте? Ничего страшного, мы будем стирать до тех пор, пока мы не станете изобильно. А сотру я или не сотру? Я уже уверена. Ход жив или мёртвый? Я уже уверена. Кто определяет в коробке? Красивый там фон. Красивый. Розовый. Ну очень экономный и одинаковый, однообразный, скучный, мало красок, мало цветов, мало жизни, а жизнь она очень разнообразна. Ну благодаря тебе, наверное, и Оле, жизнь засверкает совсем другими красками. Да ладно? Она уже сверкает. Просто на этой виду. Я на самом деле хожу просто вас специально подбесить, чтобы вы наконец-то послали меня и начали нормально рисовать. С эмоциями, да? Да, с эмоциями. А то вы как эти... Танцуете, кричите, наслаждайтесь каждым мазком. Я буду вас выводить из себя до тех пор, пока вы не скажете «Всё!». Моладочка больше выводит, это нормально. Настолько красивая, сформированная мозаика, что слишком приторная. У меня форма одинаковая. А я здесь увидела одинаковую форму просто. Ну, слишком одинаковая. Не нравится? Попробуй одеть чуть-чуть больше мозок, другой меньше. И ставь в разных местах, там, не только в одном углу топчись, а потом перейти обратно. То есть тебе нужен размах, размах. Получается. Очень классно. Вы себе всё давали. Очень получается даже. То есть здесь слишком идеально. Вот прям пипец. Очень классный, но идеально. А мы идеальны в нашей неидеальности. Ну, фон, цвета очень классные. Я первую картину, которую рисовала, я очень сильно психовала. Я всё расслаблю. Оля подходила и говорила, мазок отдельно. Я нет. Ну, ты не в состоянии зависит. В общем, у меня была экономия краски жуткая. Да ладно. Да? Я это отрицала, свою экономию. Я же такая щедрая. Ага. Конечно. У меня борьба с этой экономией была. Давным-давно. Нет. Вот я рисовала вот эту картину, видишь, на заднем плане с цветами. Я экономила краску. Оля берёт у меня и стирает. Ну, по тебе не скажешь. А картина мне показала, какая я экономная. Я когда рисовала, я делала то же самое. Я тоже чуть-чуть капнула, мазнула. Ну, изначально нас учили рисовать для того, чтобы было красиво, а не для того, чтобы просто краску размазать. Поэтому и хочется, чтобы было красиво. А тут получается просто... А зачем тебе опираться на старый опыт? Да. Когда вас учили рисовать красиво, они экономили краску и свои деньги, которые предоставляли вам, правильно, материалы? А нам нужно не экономить. Нам нужно заниматься творчеством. Вне зависимости, сколько ресурсов вы на это используете. Экономия мы потратили намного больше. Я всё... Вся экономная семья уже была средна три раза. Потому что экономия не позволила сделать то, что... Что ты хочешь. Экономия, на самом деле, самая неэкономная штука, которая только возможна. Она нам не позволяет реализовать то, что мы хотим на самом деле. Заново, заново. И получается, в четыре раза неэкономнее. В пятьдесят раз экономного опыта, один нормальный опыт, да? Я делила. Коль, ну давай, у меня уже что-то красно, старайся. Еще делила. Сейчас еще. Я уже вставать не буду. Нет, ты не можешь вставать, ты дощакаешь. Очень классно. Даю себе, даю себе, даю. Фон великолепненький. Мы все здесь приобретаем новый механизм. Слушайте, посмотрите, вот прям издалека оно так красиво. Мне уже нравится. Да, давай. Оля, расскажи, что мы сейчас делаем. Мы перешли на другую поверхность. Не заканчивая писать стену, мы переходим на другую поверхность. Почему не заканчивая? Для того, чтобы осознать, что в жизни мы не можем сделать ничего, пока не закончили другого. У нас есть такой шаблон мышления. И мы пытаемся доделать все старые дела, которые уже не вдохновляют, чтобы начать новые. А на картине мы учимся, что мы всегда можем вернуться и доделать то, что мы хотим, если захотим. И можем в любой момент, и никто нам не мешает, мы же творцы, перейти рисовать другую картину жизни, на другой кадр. Заняться каким-то другим творчеством, заняться другим делом. Поэтому мы отстали от стены, когда нам уже ее надоело писать. Начинаем писать стол. Посмотрите, как классно. Каждый мазок уникальный, с новой. Опять четыре раза по одному разу. С новым оттенком. Вытри кисточку. Я же прошу брать эту штуку, вытирать кисточку. Мы не экономим еще раз. Мы вообще не экономим. Не экономим. Я услышал, услышал, услышал. Причем краски, вот, пожалуйста, берите в неограниченном количестве. Берите ресурсы, которые мы вам даем. Ты можешь один раз? Могу. Ну, посмотрите, какие шаблоны. Не дают просто брать. Не дают. Не прошибаются. Еще раз. Опять один, блин, да, вот я знаю. Ты почему здесь мажешь? Ты можешь здесь мажать? Могу здесь. У нас сегодня через эти картины идет трансформация шаблонов мышления и экономии. Переключаться с одного дела легко на другое. Вот так. Не застывать на одном деле, не пытаться доделать, даже если он уже не нравится. Ну, ты можешь вот в одном направлении вести? Вот он, стол, вот он идет. Мы уже начали, да, формировать? Ну, вот смотри. Как мы делаем мазки стола в одном направлении, да? Стоп. Поставь один мазок вот здесь, рядом. Не за... Молодец. Смотри, а шутка отражена. Давай с тобой вместе, смотри. По одному мазочку. Давай раз. Ну, почему здесь? Стоп. Научитесь картины своей жизни писать в разных углах, с разных точек, а не только сидеть в углу. Классно. Зашипись. Вот это классно. Берем ресурсы, тюбики бесплатные, в большом количестве и вымазываем их, не экономим. Классно. Только смотри, у тебя здесь яблочко, не закрась его. Стол у нас какого цвета? Он разный. А цвет один, а оттенки разные. Какой цвет? Цвет... Такой беж, фиолетовый. Да, видишь, все по-разному. Для меня беж, для тебя фиолетовый. За основу берешь этот цвет и потом пробуй смешивать с разными оттенками. Где беж? Как он делается? Можно вот этот цвет разбавить с белым. Не получается фиолетовым. Не получается? Смотри, какая у тебя грязь. Убирай лишнее вот это вот все скребком. Я не вижу грязи. Но у тебя уже мешать нечего. Взять белую красочку. Прям сделать основу, много основы. А потом уже добавить других оттенков и перемешивать рядом. Какое-то бесконтрольное творение провистое. Вау. Ты пожизненно очень аккуратная. Очень-очень утонченная. Каждый мазочек у тебя просто выверен, красивенько. Тебе надо какую-то ювелирную работу реально делать. Та поверхность, которую ты сейчас пишешь. Да, а ты ее какой сделаешь? Вот так вот. Как мы видим, по-разному беж, да? Согласись? Не беж, персик. Очень сложный цвет. Так, у меня был беж, у тебя персик, у Саши был фиолетовый. Как мы все по-разному видим цвета. И вот как мы мир по-разному видим. Очень круто. То есть, но мы все равно видим тенденцию основную? Какая у этого цвета основная тенденция? Они уже начали свою задачу, поскольку дуальность существует, теперь у них задача не экономить краску. Они не картину пишут. Они сначала экономили, а теперь они перебрались в другую дуальность, теперь они просто не экономили. А ваша задача получать удовольствие и использовать ровно столько ресурсов, сколько нужно для того, чтобы чувствовать себя творцом и писать картину. А не для того, чтобы все тюбики сюда перенести. Чтобы четырехслойные, пятислойные картины получались. Это не для этого, вообще не про это. Не про это, мы здесь про чувства. Какие нежные цвета. Да, красота. Вот это же почистить. Ну я уже не чистил. Ну я уже чистил, если я один раз чистил, то уже больше не надо. Ну хватит. Конечно, один раз этот уже. Ты дома тоже пылесосишь, только в углу? Да, причем один раз. Я вообще каждое действие, любое там, картина, не картина, перекладываю на жизнь. Пиши мне, каким мне цветом написать в этот. Мы не пишем все одним цветом. Нет, я понимаю, из каких цветов состоит бежий. Из тех же, что у тебя были на палетке. Насколько у тебя сейчас вообще здесь цветов нет? Нет. Нет, я по-другому ищу. Один мазок. Смешиваем краску, а не в один только тыкаем. Правильно, мы делаем цвета. Мы наслаждаемся каждым мазком. Каждый мазок – это каждое действие в твоей жизни, понимаешь? Каждый мазок – это шаг, это песня, это музыка, это говорить, ходить, что-то делать. Вот каждый мазок, а ты хочешь все это слить воедино и проживать серый день. Да, находи новые оттенки. И зачем тебе в темноте оставлять вот эти вот пространства? А это вот место для цветочка нам нужно, смотрите, цветочек вам, цветочек, который лежит здесь, он будет вот здесь. Ну вот можно описать вокруг, ну, если ты, конечно, увидишь, где. Так, стены только не делай. Стоп, 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 стоп. Кисточков вытираем. Мне нужны эти цветочки. Цвета очень приятные, глазу я люблю розовый. Посмотрите, вот как издалека классно смотрится. Вон там ваза, которая еще не нарисована. Она просто была определена формой. Начали класть фон, и эта ваза как будто уже вот объемная, да? Хотя там был только фон, который мы стирали салфеткой. Бомбически. У нас поверхность получилась здесь малиновая, одинаковая, да? Мы ее не прописали, но мы вот разверлили, сделать это слошную марину. Нам эту малину нужна к волоцам. И добавляем оттенок. Тень. А родителям классная трансформация. Вот что у тебя сейчас в голове бунтует? Бунт! Все, кто будет смотреть это видео, я вас предупреждаю. Если вы будете так же делать, Оля лично придет к вам домой и сотрет это все, что вы писали заново, краску не экономим. У нас Оле такой геморрой, как бы нафиг мне нужен на самом деле. Калкиваешься постоянно с сопротивлением, и оно в воздухе чувствуется. И получается, ты становишься врагом из-за того, что ты выявляешь. То есть тебе никто за это не говорит спасибо, потому что такая вражина ходящая. Спасибо тебе огромное вообще за это. Но этот враг показывает, что у вас в голове, какие у вас ограничения. Потихонечку, потихонечку переделывая, вы понимаете, как же классно не экономить. Какая же красота получается. Как же классно видеть мир разными красками и разными оттенками. Как же классно рисовать уникальный шаг, уникальный мазок своим собственным цветом, собственной формой, длиной, высотой, да, вот этой шириной. И начать видеть объем. Не серую вот эту жизнь сурка, а вот именно объем дня, насколько он насыщенный, сколько там действий, сколько там красочности, изобилия, сколько там ресурсов. Мы начали рисовать рисунки, ведро, корзина, ведро красок. Но люди экономят чужие краски, которые, в принципе, вот вам мы дарим, пожалуйста, целую кучу. Вот сколько намажете, столько намажете. Но они хотят даже нам сэкономить зачем-то ее для следующих картин, для следующих людей. Но позволить экономить на себе для комфорта, это иллюзия, мы не дадим. Я минималист, мне ничего не надо, я очень скромно живу, мне не так хорошо. Зачем мне бизнес-класс? Мне хорошо экономим, я неприхотливое существо. Я недавно офигел, 2-3 года назад, у меня было такое желание жить везде. С лягачком захотел, поехал туда, поехал туда. Я так 5 лет жила. Я понял, что это осуществилось. То есть я не желал денег. Ты желал путешествовать? Я желал путешествовать, да. Ну, деньги, как бы, не особо. А получилось так, что денег нет. Но желание-то исполнилось путешествовать? Желание исполняется. И ты путешествуешь не в бизнес-классе. Пискочку не вытиралась, и опять же, там грязь навели уже. Потому что шаблон есть, что нужно экономить. Ну, потому что желание было изначально какое? Путешествовать. Просто путешествовать. А если ты сейчас добавишь еще желание путешествовать с размахом, ты будешь путешествовать с размахом. Но если у тебя есть шаблоны мышления экономии на себе, то оно экономит. То есть желание не исполняется, но исполняется не так, как... Оля, по какому поводу у тебя стирала на картине мазки? А вот вспомни, какой шаблон мышления тебе сейчас мешает путешествовать с размахом бизнес-классом, а не экономом? Оля? Для чего она тебе стерла мазки, как ты думаешь, чтобы ты этот шаблон увидел свой и заново попробовал? Все хотим. Я знаю. Ну, ты же знаешь, как придумали произойти. Надо просто не знать. А когда ты стал не знать, ты сказала, Оль, а из каких методов смешать это все-таки? А когда ты попробовал, не зная, у тебя получилась красота, которая тебя удовлетворила, правильно? Да. А когда ты знал, ты просто рисовал без эмоций. Ты же знаешь, ты же это делал. В общем, надо ничего не знать. Для чего? Вывод какой? Для того, чтобы творить. Чтобы жизнь свою постоянно делать новой, разной. Да. Прикольно. Но у кого-то тут не только эти шаблоны всплыли, а именно шаблоны экономии ресурсов, то, что мне и так хорошо. А у кого-то перфекционизм, что нужно все делать идеально. Шаблон идеально, это тоже крутой шаблон. Но у нас есть крайность, с которой мы боремся, не идеальность. А вот это большое ограничение. Заметила, все уже картину перерисовали по несколько раз, мы уже стирали. А у тебя, ну как бы, отставание такое идет. Потому что ты пытаешься сделать идеально, и поэтому долго. И поэтому движение замедленное. Ну да, потому что дыма. Вот, отключай голову, получай удовольствие. Кто-то спешит, это крайность. А кто-то из-за перфекционизма не спешит, это тоже крайность. Насчет опоздания, это круто. Когда ты себя не обвиняешь, а времени нету. Я всегда там, когда надо. Я всегда опаздываю для других людей. Но для себя я всегда вовремя прихожу. И мы с удовольствием поговорили, пока тебя ждали, о некоторых вещах, и они нужны нам были. Поэтому все хорошо, ты не опоздала. Все случилось как нужно. Ну, значит, тебе просто они сейчас не нужны. Но цвета у тебя, конечно, великолепны. Мне очень нравится цвет. Стала прям в один в один. И даже я с ней не справляюсь, если я не поступаю вообще по-новому. Видишь? Новыми мазками твои. Не хватает гибкости. Она настолько въедается, что у меня нет возможности даже вот сильно по ней пойти. я не могу приложить силу. Мне настолько тяжело, что я действую поверхностью, чтобы мои мазки ну, наконец-то вдруг стали видны. Понимаешь? Если я только чуть больше нажимаю, я беру этот фон, хватаю, и он у меня вписывает. Перекрывает. То есть это еще надо было выбрать такую одну из всех красок, которая мне вот так сильно будет мешать творить. Понимаешь? Причина была в шаблоне мышления не гибкость, да? Здесь как бы все по-новому, в принципе, не хотят. А здесь он опять мажет. Уже мы как бы это с ним разобрали, он продолжает мазать по одному и тому же месту. Сливая это все, он не видит вообще, он все в одну опять. Тебе стол, фон задний одного. А чтобы он не слился, нам нужно теперь работать с этим, нам нужно его высветлить. Потому что как бы со столом у нас все понятно. А чтобы нам его высветлять, ну, мы теперь не можем, нам нужно только каждый новый мазок один настолько, прям вот не дыша. И эту нейронную новую цепочку, видишь, что он делает? У него, он не может его высветлить, он даже не может свет здесь сделать. Потому что он, во-первых, очень нажимает, да. Вот почему? Опять нужно кисточку вытереть, а он меня не слышит упорно уже три часа. Я прошу работать со светом. И не будет, потому что еще раз говорю, я прошу упорно вытирать кисточку, я прошу добавлять белила, я прошу найти этот свет себе. Как классно картина показывает, что у человека в голове. А вот здесь классно, здесь стол, стена, видно, что отделены, видно свет, виден стол. Здесь мы опять с тем же столкнулись, вот эту краску. Но стол начинает... В принципе, он шоколал навсегда, потому что мы не можем написать из-за этой краски вообще ничего. Она у нас растеклась, флякса по всей палитре, и у нас выходит ярко-малиновая жижа много-много раз. Эта трассика, мы уже неинтересно писать, получается, каждый раз одно и то же, я уже 53 раз стирала. Уже даже у меня начинает это настолько напрягивать. Потому что стол выглядит одинакового цвета, да? Ты про это? Это вообще сама уже лично не подходить, потому что я себя здесь тоже прорабатываю. Потому что каждый раз одно и то же, эта краска, да, она вообще... Оля, где ты по кругу по жизни ходишь? Ну, там где, понятно, что... Круто, а где я хожу по кругу? Сразу такой шаблончик. Я хожу по кругу. Как ты тут по кругу ходишь? Ну, тут-то понятно, что я по кругу хожу. У тебя стол сливается со стеной, заметил, да? Ну, я стену сейчас немножко высветлю. Стену высветлить? Стол добавить тебе не хватает. Вот, бежевый я не могу найти. Да ладно, ты что? А вот здесь нам не хватает то, что мазки одинакового цвета. Здесь вот фон, как бы, он изначально был выбран самым медалином, который вмешивается вообще во всём и везде. Я её конфисковала уже? Мы просто добавим немного штрихов, и всё. Кто сказал, что это некрасиво и неправильно? Правильно. Только что ты сказала, что это некрасиво и неправильно. Для меня это прекрасно. Вот. Вот это трансформация классная. Пять минут назад Кристина не нравилась. Посмотри, как теперь красиво. Ещё у нас тут. Углень красивый. Да, и ваше зеркало. И наше тоже. Так, все, подпишем теперь. Теперь, вау, начинаем её пускать. Охро информировать немножко. Охро, вот там жёлтенькая везде. И вот так тоже постепенно её поднимаем. Вот она, и цвет. Кстати, техника эта мазками офигенная. Посмотрите, как прикольно. Глубину добавила, наполнение вообще очень крутое добавила. Ты посмотри, как издалека смотрится. Да, 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 шикарно. Там уже совсем другой вид. Я вообще этого не замечал. Ну, сблизи вообще это не заметно. Ну, класс, замылился. Смотрите, я в картин подальше и посмотрю. Глаза замыливаются. Можно чуть-чуть отойти, посмотреть издалека, прикинуть. Здесь опять нет краски, нечем писать. Мы сейчас сделаем. У нас у вазы есть свет и есть тень. Где у нас более светлый угол вазы? Кто может определить? Ближайший к нам. Справа сверху? Да, у нас тень, потому что у нас источник света уже, когда день закончился, стал сверху. А снизу самое темное. А снизу, конечно же, самое темное, потому что источник света... Бока очень темный там. Сверху, да. И поэтому мы, как мы видим эту картинку, глазами смотрим, мы формируем светотень. И она с разного угла, естественно, будет абсолютно разная. Да, видите, как там играют тени. Просто нужно это увидеть и переносить на картину. Снизу очень темные места. Тут нечем у нас писать, у нас не были, ничего не было. Сейчас я сделаю. То есть понятно, что мы потом здесь сделаем такие поверхности, но пока мы переступаем. Найди тень. Давайте тень. Вот, значит, с этой стороны давай темное носим. А еще мы где всегда будем видеть тень? Внутри. Почему? Сначала это было плоско. Теперь, накладывая тени, мы видим, как ложится свет. Мы где-то какие-то места затемняем, какие-то добавляем светлые. Она холодная. Тень всегда холодная. Как только мы добавим холодный цвет, у нас образовалась тень. И что стало? Объем такой прям классный издалека. Объем дает, получается, что? Свет и тень у нас формируют объем. И нет тени без света, и нет света без тени. И все вместе, да? То есть глубина. А где окра? Глубина это всегда темнота. Нет, это да. Нет, это да. Офра можно смешать. Теперь мы определяем, где у нас на всей этой конструкции света тень. Здесь он. Мы ее находим, да. И теперь мы тоже орудуем тенью. Еще глубже затемняем, да? Классно. А на темном фоне, кстати, тоже очень круто. А у нее с ракурса как раз такие фоны идет темный. Очень прикольная одна сторона. Какой кайф выкладывать эти мазки. Я смотрю, многие решили не делать ручки на вазоне. Смотрим, где у нас есть простые формы. На руку. Мы же столько раз можем переделывать все, что в жизни нам не нравится. Мы можем не рыдать, стоять над ней, да? Попытаться ее там сломать. Мы можем добавлять, добавлять, добавлять в нашу жизнь что-то новое. И наша жизнь меняется только от того, что мы ее не меняем, а новое добавляем. Мы просто живем. Мы живем. Мы просто рисуем. Я не могу, мне так нравятся картины. Это просто... А фраза «картина массовая» так вообще очень нравится. И техника мазками нравится. А вот теперь... Картина там готова на процентов на 50. Представьте, как издалека смотрится классно. Стоп. Это откуда вообще взобрать? Зеленое яблоко будем разбавлять более светлым оттенком. Видите? Мы сначала взяли ядовито-зеленый. Начали писать. Но ядовито-зеленый выглядит на картине неестественно. Неестественно. Поэтому мы решили выкинуть этот цвет, взять нормальный зеленый и перерисовать. Как красиво. Причем, знаете, вот с разных углов смотришь на картину, она по-разному красками играет. Все наши границы между небом и землей. Границы вообще нигде не стерла. Нужно их теперь убрать. Ну, можно было бы изначально, да? Но это можно сделать в любой момент. Смотрите, как мастер работает. Она соединяет границы, да? Теми же мазками, какие уже у нее там были. И просто вытирает кисточку. И все. То есть она не набирает новой краски. Просто стирает. Я вообще краску не беру. Мы уже заметили. Ну, то есть у меня все есть. Здесь в изобилии. Мне этого достаточно. На картине в изобилии уже есть все. И теперь можно все недочеты, моменты, тени сделать. Просто вытирай кисточку. Мы тебе когда позволили много красок прямо туда. У нас теперь здесь настолько много. Что мы можем брать оттуда, где есть. Когда вы сейчас заполните все эти пробелы, отделяющие одно от другого, я подойду, поснимаю. Наверное, вообще не узнаю картин. Там происходит. С низом еще у нас цветочек. Да, цветочек много. Непонятно. Издалека, да? Классно. Сейчас еще тенями это все немного выделить. Это вообще классно. Слушайте, у вас самое красивое у вас на самом деле. Однозначно. И у вас очень яркий, сочный. Говорю, только у вас гримфрут хочется съесть. Классно. И мне нравится фон. Теперь возьмите кисточку сухую и просто закрасьте все вот эти вот пустые места сухой кисточкой. Ну, то есть... Оно прекрасное. Все супер. Вот эти пробельчики. Видишь, темненькие. Оно прекрасное. Прекрасное. Каждый клубок видит по-своему. Мяу. А что художник видит между яблоком и столом? Катерть. Нет, вот смотри. Стол, а вот яблоко. А между ними темное это что? Ай, ничего страшного. Мы сейчас это все уберем. Зато посмотрите, как красиво. Это произведение искусства. Да, вот это произведение искусства. Красота. Смотрите, какая выходит штука классная. У вас также бомбические... Вот иди, вот посмотри на два шага. Между столом и апельсином они как будто у вас в воздухе висят. Нужно стол немного поправить, да, вот четче, чтобы край видно было. Вообще творчество не может не получиться. Всегда что-то получится. А правильно или неправильно определяем мы сами. Класс. Какой красивый цветочек. И немножко я бы добавила на стебель изогнутости что ли. Ты что такой прямолинейный, а? Ты прямолинейный, тебе гибкости не хватает. Чуть-чуть. Да, это я знаю. Здесь на самом деле проблема с границами, потому что все превратилось в одну большую. Поэтому теперь надо, чтобы различить вообще это все, да? Надо разграничить границы сделать, четче. Да, но теперь надо сделать, потому что вот этой кисточкой пишет и все. И несмотря на то, что программа уже высыплена очень много раз, как бы все равно продолжается то же самое. И поэтому как бы получается, что вся картина одним и тем же цветом. Чтобы нам это увидеть, нам опять приходится ходить в то, что здесь надо постоянно вытирать. То есть прежде чем набрать на кисточку цвет, мы не сможем набрать новый цвет, пока мы не убрали полностью старый. И таким образом оно не обращается, как бы и в одно сплошное. Напиши картину, я скажу, что. Что? Да, ты классную фразу сказала. Покажи мне свою картину, и я скажу, кто ты. Вот, это сегодня про наш курс. У нас картины очень нет, поэтому мы сами ездили. Мы заметили. А еще немножко экономные. Совсем чуточку. А папа берегов не видит. Да, да, да. И границы. Когда увлечется, да? Да. Ну и спешит, папа спешит. Папа спешит, не видит берегов. И на одном зацикливается, потом он с него не сходит. И у тебя остановка постоянно на одном месте топтаться. Любишь, да, топтаться на одном месте? Пока-пока. Глаза замылились? Лучше отойди, сделай что-нибудь другое. Да, паузу сделать вообще классно. Вот это у меня нет такого. Я не могу паузу сделать. С сегодняшнего дня можешь? Могу, конечно. А что мешало до этого? Ну, что-то там, что-то в башке. Ты просто не знал, что можно сделать по-другому. Теперь знаем? Да. Молодец. Мы тоже теперь знаем, потому что я тоже часто топчусь у дома одного. И поэтому у нас здесь нет вообще контраста. Все в одну кучу, и мы не можем различиться. Сейчас, чтобы наше, это не яблоко, это апельсин, даже это не апельсин-грейпфрукт, чтобы он стал более объемный, мы выделяем его вокруг цветом. Мы пишем грейпфрукт с помощью фона. Мы пишем не сам грейпфрукт, а фон. И фоном мы пишем грейпфрукт. Все наоборот. Все, все можно писать. Но для этого нам нужен контраст. Для этого мы должны это увидеть. Посмотрите внимательно. Вот здесь вот показано. Очень четко, что снизу грейпфрута, видите, тень падает. Темная, где он соприкасается с поверхностью. Чтобы ее увидеть, надо разглядеть. И поэтому мы здесь так же делаем. Добавляем темный фон. О, с этого ракурса очень длинная получилась ваза. Если я перемещу, посмотрите, как меняется. Здесь она становится плоской. Смотри. Здесь на видео. А посмотри, как она удлинилась. Мы меняем ракурс. И у нас картина мира совершенно другая. То есть мы так по жизни смотрим на все. У меня есть деньги, да? Либо я просто себе это придумала. Стакан полупустой или полуполный, да? Здесь она полная чаша, да, а сбоку она схожена вообще. Здесь такая кругленькая. Смотря с какого ракурса мы смотрим на жизнь, так и нам жизнь все показывает. Нам жизнь всегда подтвердит все, о чем мы думаем. И откуда мы смотрим? Хвоста не будет. Вот, например, с этого ракурса цветочек в серединку свою показывает. А вот с другого ракурса там прям одна палочка, стебелечек. Что реально? Чтобы различить, можно добавить тень. Классно. Видеть контраст в этом. И тогда у нас все становится на своем лице. Это очень наглядно. Когда в жизни он тень не видит. Ну-ка, трансформатор. Что ты сказала про мышление? Нет, он вообще... Вообще границ нет. Они размыты во всем. Самусти, да? Сам я. Я для всех, но я не я. Пока такое мышление, которое не может ухватить границу, да? Которое нужно, и создаем те, которые не нужны. Я тороплюсь. Но когда я тороплюсь, я разве могу что-либо разглядеть? Чтобы разглядеть, нужно что? Остановиться. Да. Чтобы разглядеть, нужно остановиться. Остановиться. Сделать паузу. Ты сам доволен, как ты думаешь? Знаешь, вот даже главное, это же не результат. Конечно. Процесс. Мне процесс. Какой результат? Конечно, процесс. Причем в процессе не просто то, что ты бездумно рисовал. Ты осознал, как ты живешь. Осознанно рисование, да. Вот это самое главное. Осознавайте. Ты пишешь, как ты живешь. Да, и свою программу обычно очень трудно рассмотреть. Ее не хочешь принимать, ее не хочешь видеть. И хочешь делать все по-старому. Очень хочется сделать все по-старому. И ребенок транслировал нам всем вместе то, что я знаю. А ребенок это редко транслировал. Ребенок обычно хочет все набрать, все по-новому. Ну да. Это ж какой же ты консерватор. С сегодняшнего дня все выйдут отсюда легкие. И мне самой полегчало. Отпустила. Отпустила, да. Я как раз и тенок сейчас всех издует. Не издует. Как понесет, как понесет. Сейчас мы впишем сюда тени. И здесь тоже. Классно. Все картины классные. Очень. Но не хватает вот того штриха, о котором вы говорите, тени. Ну вот надо уметь это делать. Это не надо уметь. Это нужно остановиться и посмотреть, где там тень лежит. Не бежать. А посмотреть. Вот посмотри. Видишь, клейпфрут и внизу тень. У тебя она здесь есть. Да, круто. Ага, отлично. А посмотри яблоки. Вот тут вот ее нет. Вот внимательно посмотри. Вон туда становится яснее. Не ко мне в камеру. Вон туда посмотри. Посмотри, где там тень. И как она очень сильно... Вот яблок. Вот яблок. Да, и как она очень сильно отличается. Причем не под самим яблоком. Под яблоком же ты ничего бы не увидел. А рядом с ним. Ну да. И эта тень очень сильно отличается от всей поверхности. И у цветка точно так же. Причем не под самим яблоком.